Микс Ньюс Life is good Люблю Life is good Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам «Люблю» В нашей новой передаче «Люблю лайф» На Радио Болтком Доброе утро, дорогие радиослушатели и наши любимые читательницы С вами сегодня Нина Дождева Журналист журналов «Люблю лайф» и «Люблю» И сегодня вышел очередной Ну почти-почти весенний номер Практически за полчаса до весны «Люблю лайф» Глянцевый, красивый И очень-очень-очень такой многообещающий И это не случайно Но сегодня я рада прямо вот в эфире Открыть такой отсчет, прямой отсчет До дня рождения нашего журнала Но этот год практически он у нас такой двойственный Ну в прямом смысле слова двойственный То есть нас окружают такие двойки Ну кто-то, конечно, скептически говорит О, опять двойка, вспоминая известную картину А кто-то видит в них неких лебедей Которые вот такие вот лебеди Куда-то нас принесут в светлое будущее Но тем не менее вот мы не оказались Мы, вернее, оказались в таком тоже в тренде И буквально через неделю То есть ровно семь дней отдаляет нас от той даты Когда нашему журналу Люблю исполнится 22 года Вот мы как-то так подгадали То есть в следующую среду практически И сегодня вот мы начинаем такой обратный отсчет И начинаем вот обзором нашего весеннего Такого дающего старта весне Глянцевого номера И у нас вот такой вот необычный Но, в общем-то, характерный для весны Микс мужского и женского И микс очень необычный Потому что, с одной стороны, прекрасные дамы В том числе наши рижанки, наши современницы Начиная с обложки Об этом я скажу чуть позже Героиня и мужчин Мужчины у нас не только латвийские Известные тоже об этом чуть позже я скажу Но и мужчины-британцы Ну, когда говорят Большинство женщин, когда слышат слово британец Думают, что это, может быть, про кота говорят Потому что для многих женщин Вот эта вот мордочка Милая мордочка пушистика британца Является таким вот, ну, как сказать Такой мечтой у тех, у кого его нет Вот, и радостью, и счастьем у тех, у кого он есть Кстати, у нашего главного редактора И Навина, и есть такое счастье тоже Ну, кроме всех остальных Вот, и сегодня у нас в журнале Будет целая галерея Мы решили, ну, что можно подарить женщинам На весну, на день рождения И нашим читателям, конечно Галерею прекрасных британцев Причем практически с учетом нашей аудитории И юной, и молодой, и зрелой И такой солидной, золотого возраста Мы подобрали возраст 20+, 30+, 40+, 50+, Не поверите, 60+, и даже 70+, И практически в каждой, каждой из этих категорий Есть просто, ну, не то чтобы иконы стиля И секс-символы, но замечательные Замечательные мужчины И за каждым из них стоят интересные женщины Интересные истории любви И в очередной раз мы убеждаемся Что люди живут страстями От этого никуда не деться И я думаю, что, наверное, в этом Одна из таких разгадок Популярности И долгожительства, можно сказать, да Не только в Латвии, но и в других странах И в том числе очень богатых и развитых С очень такой длинной историей Глянцевых журналов Наш глянец, люблю лайф Имеет свою историю успеха Он появился позже Вот на базе нашего еженедельного журнала Который мы сейчас будем на следующей неделе Поздравлять, праздновать 22-й день рождения И мы поняли, что... Мы как-то сомневались, когда этот журнал Несколько лет назад задумывали Сомневались, а потом подумали, что Наверное, это закономерно И не просто так во всём мире Женские глянцевые журналы Не смогли потеснить Ни новые информационные технологии Ни многочисленные гаджеты Интернеты Интернет-ресурсы, правильнее сказать, да Почему? Ну, вы помните Эту известную Ну, наверное, постарше женщины помнят, да Песню Муслима Магомаева «Блестят обложками журналы И в них влюблённо смотришь ты» Это было написано тогда Когда практически того глянца Вот как я сегодня держу в руках И листаю с удовольствием И радуюсь Всегда мы все... Вы не поверите, мы в редакции Радуемся не меньше читателей Когда наконец-то журнал появляется у нас в руках Потому что это всегда такое вот Обыкновенное чудо Ну, как и всё такое живое И то, что любимое, рождается непросто И ты всегда до последнего волнуешься Всё ли там в порядке И вообще произойдёт ли это событие Вот такое чудо происходит И тогда, когда была написана эта песня «Блестят обложками журналы про королеву красоты» Её так ещё называли, да Всегда была тяга каждой женщины Несмотря, вот помните эти социалистические реалии Эти журналы работницы Которые были не только о женской доле Но и о производственных показателях Вот эта женская душа Искала вот эту вот Не то чтобы отдушину Она искала своё отражение Вот в этом вот мире глянца И находила его не благодаря, а вопреки И вот, наверное, поэтому глянцевые журналы И наш в том числе продолжают жить А самое главное, они кому-то нужны Они нужны женщинам И не надо думать, что глянцевые журналы Это удел вот таких гламурных дам У которых много свободного времени И которые соответствуют Вот тому уровню Или тому вот этому лакшери, что ли Жизни, о которой, бывает, пишут Или о которой рассказывают Нет Я очень хорошо помню Когда ещё были такие всевозможные праздники На улицах города Проходили такие акции по подписке Или встречи с читателями И какие люди приходили Какие люди приходили в Риге Какие люди приходили в других городах В Латгалии, в Резакно, например На встречи с читателями И ты понимаешь, что для женщины В какой бы глубинке она ни жила А иногда глубинка, она бывает и в столице Она не связана с местом жительства Вот бывает такой период в жизни Когда женщина оказывается в этой глубинке Заточенная на себя И только на свой внутренний ресурс человеческий И многое ей по разным причинам недоступно Это могут быть ограничения со здоровьем Это может быть с рождением ребёнка Это может быть с каким-то ещё Сопутствующими обстоятельствами И у женщин этих обстоятельств Намного больше Намного больше И в силу того, что женщина, наверное Такая будет, ну как сказать Машина посложнее, чем Просто человеческая машина И в этом тоже, наверное Такая вот В этом, наверное, разгадка этой ситуации Ну вот если уже говорить Как-то я так теоретически Но вот если говорить конкретно Об этом глянцевом номере То очень приятно Что галерею наших персонажей Открывает Вестерс Шимкус Ну те люди, которые Ну те женщины вообще Ну меломаны Которые постоянно так общаются И в курсе нашей музыкальной среды в Латвии И эта среда достаточно глубокая Достойная вот такого вот Современного европейского уровня То тем этого человека не надо представлять Но я всё-таки пару слов скажу Что когда я впервые увидела Вестерса Несколько лет назад То меня поразило вдруг Совершенно вот пронзило буквально Ощущение Его сходства с другим гениальным Музыкантом, пианистом Рихтером Которого я слышала Очень давно, ещё в детстве Было у меня такое счастье И это сходство было Хотя когда я слышала Рихтера Это был уже ну очень зрелый пианист Возрастной И зал, ну буквально огромный зал Я слышала о Новосибирской филармонии И зал не дышал Не дышал, когда он появился Когда он появился просто на сцене Всё замерло Всё замерло Абсолютно, кажется, воздух Воздух остекленел И началась музыка И вот это ощущение Какого-то сконцентрированности На себе На себе самом И вот того, что он сейчас нам откроет То, что сейчас зазвучит Зазвучит именно с его подачи Вот это вот, ну может быть Какое-то ещё внешнее сходство Потому что всё-таки Вестерц достаточно высокий Молодой человек И если люди, которые его не знают Как он выглядит Встретят на улице Он очень хорошо так вписывается В наш рижский, ну в мегаполис Так, наверное, с натяжкой Можно назвать город Но вот наш такой Нашу прибалтийскую столицу И он очень стильный, длинноволосый Такой интересный молодой человек И вот как-то иногда трудно представить Что в отношении музыки Не будет преувеличением Назвать его таким вот молодым гением Со своим видением этой музыки И то, что делает Вестерц Основное, это то, что он эту музыку Не просто он её там какую-то аранжировку предлагает Или свою версию Это прочтение Иногда бывает, что Это вот сродни литературы Когда люди пробегают глазами по строчкам И ничего их не цепляет за душу И вдруг какой-то артист Берёт и читает И такой, как, допустим, там Басилашвили или кто-то другой Берёт известное стихотворение Или малоизвестное стихотворение Оно растрогает вас до слёз Он его прочёл, как будто он его пережил Но это артисты зрелые А это артист молодой Но 35 лет И невольно думаешь Вот очень часто Почему я очень советую Обязательно прочитать эту статью И непременно сходить на какой-то из концертов Где выступает пианист Шимкус Потому что Мы очень часто ругаем в своё время А то, знаете, ругать намного легче Чем в чём-то разобраться Чему-то радоваться Как-то и вообще считается Что позитивные эмоции Они такие менее круги по воде дают А вот негативные эмоции Как тот такой тяжёлый булыжник Его плюхнул в воду И круги пошли огромные Огромные Заметили Всё, такую кляксу Вот И получается, что Ругают Латвию И что вот уже все люди уезжают И тут делать нечего И вообще не о чем Ну вот не о чем Ну о чём тут И вот вы понимаете Что несмотря на вот эту вот Нашу небольшую страну Небольшое население И действительно на эти процессы Которые, ну вот люди уезжают Мало людей приезжает Хотя приезжают тоже есть Есть такие истории И мы об этом тоже писали, да Вдруг появляются вот такие гении Это не будет преувеличением Это уже профессионалы признали И есть И даже документальный фильм Уже есть О Вестерте и Шимкусе Вот И вдруг появляются такие персонажи И вот когда мы думаем Что же В какой семье Рождаются Рождаются такие люди Что это Какой-то такой Подарок небес Вдруг Даже не в какой-то там Академической среде Допустим В Риге Там потомственный музыкант Пианист и так далее Нет Это Тукумский район Понимаете Это тоже та самая глубинка И конечно родители Это то, о чём мы всё время И к чему мы всё время возвращаемся На страницах нашего журнала И еженедельника И журнала Люблю лайф Что У каждого из нас Есть дети Есть крёстные Крёстные дети Есть Дети наших близких Близких родственников Или друзей И вот Если в вашей жизни Что-то вам Не очень нравится У вас есть шанс Реализовать это В тех Кто идёт за вами Растёт Формируется При вашем участии И Мы немножечко Недооцениваем Нашу природу Которая сама по себе Тоже способствует Тому Что вот В человеке Сублимируется Вот эта гармония А в чём эта гармония Проявится Трудно сказать Но она не может Не проявиться Кстати Папа в этой семье Рок-музыкант Вот И Сам Сам наш герой По своему признанию Песни Битлз Пел тогда Ну в детстве Да естественно Пел тогда Когда Он ещё Ни слова Не знал По-английски И это ещё раз Говорит о том Что Для того Чтобы чувствовать Понимать И отображать Отражать Эту гармонию Да Которая вокруг нас Ну не нужно Даже знать языков Ну это всё Обращено Внутрь человека И у музыки Наверное Многие об этом говорят Самая короткая дорога К сердцу человека К сердцу человека А ребёнка особенно Ребёнок он вообще Как губка Но он губка такая Знаете Губка как коралл Ведь коралл Не сразу становится Вот таким вот Острым Ранящим И таким жёстким Ну как камень Да Одно время Он достаточно мягкий Растёт И так и ребёнок Вот вначале он губка А потом он коралл И вот почаще задумывайтесь о том Что впитывают ваши дети И кстати вот В отношении этого человека Обратите внимание на то Что его формировало И с чем он рос Ну а сейчас Мы не прощаемся А чуть прервёмся на рекламу И продолжим Нашу беседу Ну а теперь обещанный Мужской сюрприз Или мужская галерея Для прекрасных женщин Вообще для всех женщин Любого возраста Практически И это наш такой Небольшой Гламурный подарок Всем нам И тем кто любит кино И тем кто Вот Кому нравятся Такие яркие личности И так Дуглас Бут 27 лет Это те самые Он открывает галерею Прекрасных британцев Самые красивые Британские актёры Ну мы так и назвали Эту рубрику Что там голову ломать О боже Какой мужчина Это Кит Харрингтон 33 года 30 плюс Джуд Лоу Ну это понимаете Продолжение Вот видите Как может сублимироваться Я думаю Помните эту песню Эй Джуд Но вот это как раз Имя он получил Именно благодаря Этому Хиту Битлз И сделал Прекрасную карьеру 47 лет Кстати Вот кто бы мог подумать Уже 47 Дэниел Крейг 50 плюс Колин Ферд 60 И конечно Билл Най 70 Ну вы Понимаете Что Для харизматичности И для Вот этой вот Мужской Синергии Энергии Наверное Возраст Не главное И В очередной раз В очередной раз Убеждаемся Что Даже у таких Красавцев У таких Сексимволов Причем без каких-то Кавычек Без преувеличения С мировой Славой Их женщинам Как-то все Казалось Он так стремительно Появился Стремительно Появился Вообще Везде И в литературе И в таких Своих Необычных Шоу И моноспектаклях И музыкальных Спектаклях И уже 52 И вот О нем Самом Ну потрясающая Потрясающая История И я думаю Достаточно Часто Он бывает Все-таки В Риге Бывает В Прибалтике Очень интересная История Человека И очень Трогательная Потому что Кроме того Что Мы его знаем Конечно Все эти Как я съел Собаку Практически Разобранную На цитаты Это Показатель Того Что Я думаю Он сложился Вот Его талант Творчество Это Вот Его направление Развития Творчества Да Благодаря Его маме Это тот Самый случай Когда говорят Вот маменькин сынок Ну вот Маменькин сынок Наверное Не тот Который Изнеженный А тот Который Видя маму В зале Не может Позволить Себе Какую-то Ненормативную Лексику Даже если он там Порывался Сделать Какую-то Встречу Такую Рассказать Морские Байки Ужас Ужасный Про То что Бывает Во флоте Жесткие Всякие Истории И Когда Читаешь Вот это Интересное Интервью И Я не раз Была На его Представлениях На его Программах Даже трудно Назвать Какой-то Жанр Но За этим Всегда Стоит Писатель И все-таки Как бы его ни Называли Он был И остается Писателем И это Очень чувствуется Я очень советую Если вы вдруг Видите какую-то Встречу с писателем Творческий вечер Концерт Какую-то Программа Обязательно Сходите Потому что Это все равно Что вы Пригласили Этого Незаурядного Талантливого И гениального Человека Ну как бы К себе В гости Он всегда Говорит так Как будто Он обращается Именно к вам И вот У Евгения Гришковца Вот этот Уровень Доверительности Доверия И уважения К своему Слушателю Читателю Он Очень такого Ну как сказать Высокого уровня И как-то Ты вот Ему веришь Сразу И наверное Если бы Он позвал За собой Ну и все равно Куда Наверное Это вот Большой Такой признак Таланта Ты ему веришь Даже если он Будет описывать Ад И рай Ты будешь думать Что да Это все правда И это так интересно Ну и Когда думаешь Почему же Что вот этих людей Подпитывает Вот я думаю В отношении Евгения Гришковца Это любовь Любовь не просто Такая Такая Вселенская Или любовь Кумира Или его Почитатели Любовь Та которая у него В семье Очень трогательное Отношение С женой Которую он считает Самой главной Она обустраивает дом И он это ценит Внимание Он это ценит И он это видит И вы знаете Что меня еще порадовало Ну я вот Начала программу С того Что глянцы Глянцевые журналы Я имею в виду Вот это вот Направление Этих Печатных Изданий Что оно все-таки Ориентировано На более сложную Человеческую Ну я так Замахнусь Человеческую модель Чем просто Вот обычный человек Среднестатистический Мужчина Ну каждый писатель Это такой очень Тонкий камертон И именно Евгению Гришковцу Принадлежит Такая фраза Что женские Диалоги Писать куда Сложнее Я вот читаю Я понимаю Что это не просто Их писать Сложнее Они Другие И когда читательницы Говорят ему Что никогда Б не подумала Что так Можно написать Мужчина Что для него Это высшая Похвала Ну Я ни в коем случае Не противопоставляю Мужчин и женщин Мы все в жизни Живем Друг среди друга Так скажем Да И решаем Одни и те же задачи А жизнь нам Только их подбрасывает Подбрасывает Эти задачки Не важно Ты выучил формулу Знаешь Как найти правильный ответ Так вот Если Говорить языком Математическим Или там По законам физики То Задачи мы решаем Одинаковые В этой жизни Только мужчины Их решают На уровне Архимеда Ну вы знаете Как действует Закон Архимеда Достаточно простой Да А женщины Те же задачи Решают уже На уровне Ньютона А следующее Поколение женщин Будут решать их На более высоком уровне Потому что Женщина Берет на себя Вот эту вот Вот эту энтропию Нашей жизни И освобождает Мужчину Освобождает его Время Руки Вот его такой Как бы Социум Создает Для того Чтобы он Решал Вот эти вот Жизненные науки Если бы женщины Не брали на себя Вот эту задачу Наверняка бы Многие Открытия Во всех областях Начиная От того же Закона Архимеда Какой-то Квантовой Физики Сделали бы Женщины Ну хотя Женщины тоже Сделали Немало Открытий Ну в целом Да Вот Ну и Возвращаясь Все-таки К нашему К нашему Журналу Я хочу Сказать Что В отношении Наших Режанок Наших Женщин Которые Нас окружают То У нас Этот номер Украсила Юлия Бутенко Ну вот Такая Девушка Весна Это не будет Преувеличением Ну поскольку Я сама Бралась Не интервью Я вам скажу Это тот случай Совершенно Вот Откровенно Говорю Да Честно Что Тот случай Когда в жизни Дама Выглядит Еще более Эффектно И как ни Парадоксально Хотя она Молодая Женщина Да Еще более Молода И Наверное Секрет Тоже в том Что человек В тонусе Она работает Центр Уни Марина Да И Дети радуют И дети Не просто Радуют Она Понимает О том Что Вот эта Жизнь Которая Нас окружает Она Многогранна Так сказать Многополярна И Прекрасно Что Есть возможность Сегодня Детям Расширять Горизонты Самого Раннего Детства Но Здесь Очень Очень такая Четкая Параллель С тем Что я вам говорила О пианисте Шимкусе Что самые Начальные Навыки Вот эти Вот Как сказать Развитие Вкуса Развитие Привычек Вот Вкусок Жизни Все Это В семье Вот Юлия Например Встала На горные Лыжи Ну Сколько Это Там Лет Назад И Сейчас Она Без Этого Своей Мысли Жизни Не Мыслит Но Тем Не Менее Первые Впервые Она Сделала Это В Жагар Калнсе И Когда Подошла Очередь Ее Старшей Дочки То Конечно же Там Стала На Лыжи И Ее Ложить Здесь В Латвии Рядом Со Своим Домом И Тогда Когда Это Сделано В Привычной Обстановке Наверное Это Упадет Зернышком Которое Потом Прорастет И Останется С вашим Ребенком И вашей Семье В традициях Вашей Семьи На Долгие Годы Ну А С Юлией Я Думаю Вы Встретитесь И Почитаете О ней И Конечно Придете На И Это Тот Случай Когда Журнал Люблю Достиг Такого Возраста Когда Мы Больше Что Отличает Взрослого От Ребенка Но Есть Такие Люди Которые С ними Общаешься И Понимаешь Что Все Хорошо Но Когда Ты Наконец Вырастешь Такие Люди Котики Куда Их Принесли Поставили Там Они Живут Там Они Работают Чуть Их Перенес Другое Место Они На Тебя Глазами Смотрят Так Вот Журнал Люблю Уже Не Котик Хотя Уже Милое Такое Создание Мы Будем Проводить Праздник В Центре Акрополы Следующую Субботу В 11 Часов И Мы Свой День Рождения Отмечаем Тем Что Мы Дарим Подарки Для Наших Читателей И Не Обязательно Те Кто Выписывает Журнал Нам Прям Пишут С Не Выписывай У У У У У У Ритуал Всем Всем Спасибо Все Хорошо Всех Любим Мы Приглашаем Всех Это Будет Канун 8 Марта Международного Женского Дня Кто Кто Смеется Кто Отмахивается Кто Просто Уезжает Куда То Использует Выходные По другому Назначению Это Семейное Дефиле Обязательно Приходите Берите Своих Детей Это Тот Случай На Наше Мероприятие Не надо Ломать Голову Куда Приезжаемся В любой номинации Спортивной Бальной Дискотечной Участвуем И в каждом номере Есть эта информация Участвовать не просто А очень просто И конечно же Мы приготовили подарки И подарки Вы думаете Мы же журнал Мы же не завод Мы же не фабрика Которая конфеты делает Но тем не менее Вот эти наши героини Женщины О которых мы пишем Интересные судьбы Наши С теми С кем мы пересекались Они сами нам предлагают Помочь Что-то подарить Нашим читателям И просто Если вы приходите На выставку Экспо-бьюти То Накануне 8 марта Можно подарки Хорошие Приобрести Не ломать голову Что-то выбрать Полезное Интересное И конечно же Поучаствовать В нашем празднике Вот Ну а возвращаясь К нашему журналу В очередной раз В очередной раз Хочу сказать Что наверное Это вот Возвращаясь к теме Которую я с самого начала Обозначила Почему же В чем секрет Вот популярность Именно глянцев Вот вроде бы Их не так много И во всех странах Их много И вот мужских журналов Вы при всем желании Столько не найдете Нигде Вот в чем это В чем разгадка Разгадка в том Что женщина Как многорукий Будда У нее хватает Времени На все Она И психологи Это подтверждают Она может Распределять внимание Совершенно без Без опасения Что Как-то это внимание Рассеется Она может делать Несколько дел Одновременно Да И вот В этом смысле Глянце Это такая Гомеопатическая Доза красоты И вот это вот Ну знаете Что гомеопатия Несмотря на то Что это вроде бы Не какие-то уколы Не какие-то процедуры А такие крохотные Какие-то сладкие Сладковатые шарики Непонятно чего То ли какая-то тут Понимаете Сахарная пудра От чего-то там осталась Да Они очень действенны Так и журнал И вот эта вот Гомеопатическая доза Всей красоты Которая вокруг нас Это относится И к подиумам И к трендам моды И не просто Вот Ну казалось бы Какая проблема Почитать журнал Или просто Приехать в торговый центр Посмотреть витрины Да Витрины можно посмотреть Но Журнал Это не отражающее Зеркало витрин Это такое Не отражающее зеркало Это увеличительное стекло То есть вам не надо Ломать голову Прислушиваться Хороший ли у меня вкус Там В тренде Или моё вообще Мироощущение В моде Цвета Тут уже За вас поработали Специально обученные люди И предлагают вам Комплекты Которые Так мы пишем Всё сложно Но как красиво Уже готово И мы их так и назвали Вот И меланхолик Есть комплект И сангвиник Есть комплект И флегматик И вот эта красота Подбора Вот этих вот Ну Специалисты называют Их капсулы 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 одежды Капсулы Наверное потому что Они Самодостаточные Там есть всё То что надо И вот эта Простота Кажущаяся И каждый номер Это практически Такой маленький Ликбез Постепенно Мы листаем Смотрим Проникаемся И Учимся читать Вот эти вот Тренды И иногда Даже многие Это отмечают Гости нашей столицы Что Рижанки Очень стильные И ненамного Отличаются Ну как сказать А если отличаются То в лучшую сторону С точки зрения Стиля Красоты И Вот То что Не называется Too much Вот Это может быть В соседней стране Как-то такие Перехлёсты Возможны Ну как В любом Большом Пространстве Да В том числе И социальном У нас Всё-таки Вот это Чувство Меры Прибалтийская Сдержанность Она Многим 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 Свойственна И меня Это очень Радует И одно Время Мы даже В журнале Вели Такую Уличную Моду И Европейская Регула Есть На Эту Тему Я думаю Вы Сами Сталкивались Насчёт Всевозможных Ограничений Использования Личности Человека В том числе И каких-то Фотографий Несанкционированных Вот Хотя Я думаю Что Тут Тут Политики Или как скажем Наши Парламентарии Европейские Наверное Они лукавят Каждый из нас У кого есть Айфон Там Смартфон Или какие-то Ещё Приспособления Вот эти Вот Коммуникационные Сталкивался С тем Что вдруг Ни с того Ни с сего Тебе присылают Отчёт Где же ты был Откуда ты звонил Или там Какие-то Гугл Складывает Наши поездки Или какие-то Чуть ли Не клипы делает Да И ты не совсем Вообще понимаешь Откуда вообще Всё это взялось И откуда Это всё прилетело Потому что Ты даже сам Об этом уже Не подозреваешь И забыл Вот И Когда читаешь В интервью Я всегда Обращаю внимание О том Откуда Черпают информацию Талантливые И Такие Незаурядные Личности И вот в отношении Например Недавно Говорила Сегодняшней программе Евгений Гришковце Он не пользуется Интернетом И не пользуется Компьютером И не надо думать Что это какой-то Человек Знаете, как говорят Увял в своём Прикиде Вот он такой Уже старорежимный Нет В этом тоже Есть свой резон Есть свой резон И Журнал Это вот такая Здоровая Альтернатива Вот этой всей Интернетной Как сказать Ну не то что Суете Нет, не суете По большому счёту Мне кажется Как явление Это энтропия Потому что Она размывает Неопределённость Многие уже говорили И В том числе Люди Кто связан с прессой С книгой Печатанием Говорят о том Что Талантливых людей По-прежнему Не меньше И сейчас Мы Проводим Участвуем Вернее В организации Конкурса Сочинений Как раз Сейчас уже Закончили Школьников И вы знаете Кстати у нас Прибыли Даже Приняли участие Даже и зарубежные Зарубежные участники На русском языке И Ну и в Латвии Безусловно И русские школы И латышские школы Где русские Как иностранные Тоже приняли участие И Это У меня лично Это отнимает Очень много Времени Но Меня это Очень Как-то Поддерживает И вдохновляет Когда я считаю Во-первых Я сразу вижу Помогали ли родители Это тоже Ничего плохого В этом нет Пусть помогают Сегодня они помогают Завтра ребенок Начнет что-то Своими мозгами Шевелить Это сразу видно И сразу видно Когда Ребенок Начинает Вернее Не ребенок Как сказать Человек Он как бы Ребенок Он по возрасту Ребенок Но личность Очень рано Начинает проявляться Об этом всем надо Помнить И ты понимаешь Что это что-то свежее Новое Не потому что Это какой-то гений родился Он сейчас все Зарифмует Хотя и стихи Мы предупреждаем Стихи не прислать Стихи все равно присылают Такие длинные Красивые Вот И Потому что У ребенка Нет инерции Мышления И вот в этих работах Это все видно И Сочинения не пишут Я просто вот страдаю Я страдаю от того Что дети Перестали писать Сочинения Вот убрали Как-то это все По-другому делается Этот процесс Вернее происходит Не пишут Сочинения Там на вступительных Экзаменах Может быть было лишнее Но Сочинения надо писать Как только человек Доверил бумаге Он себя по-другому Мир ощутил Вот не надо Об этом забывать Ну и не знаю Конечно Если мы будем Друг другу записки На холодильнике писать Это конечно Навряд ли человека Подвигнет К какому-то Эпистолярному жанру Но писать письма Попробуйте писать Открытки Вот Вот как-то Хотела просто Вот такое отступление У меня получилось Лирическое Вот А возвращаясь К журналу Вот когда в журнале Есть что почитать А как раз Глянцевый журнал Такую возможность Дает Ну посмотрите Есть журналы Очень толстые Они очень дорогие Они тоже продаются Значит они тоже Кому-то нужны И примерить на себя Какую-то другую жизнь Другую модель Другие принципы Да Ну как-то и себя Можно как-то со стороны Увидеть вот в этом Посмотреть Порадоваться Ужаснуться Задуматься И в этом плане Конечно потенциал Глянцевых журналов Очень высокий Очень большой С одной стороны Это вроде как То что отражает Нашу жизнь С другой стороны Это то что формирует Формирует Какие-то имиджи Формирует Тренды В том числе И Для женщины Это вот Возможность Переключиться И переключиться Не с точки зрения Вот такой вот Понимаете как Иду в магазин Покупать хлеб Да Или там за молоком А Ты сама не знаешь Для чего ты его открываешь Да И вдруг В какой-то момент Один находит одно Другой находит другое Ну а третий Увидел Путешествие на Гуа Ну это не в этом журнале Да Увидел А здесь шамани Да Великая красота Ландшафт терапии Полный сюр В одном флаконе Вот Увидел И вдруг Совершенно случайным образом Подобное Начинает Притягивать Подобное И когда-то Была такая Ну не то чтобы мода Такое вение было Все делали Карту желаний Брали большой лист Ватмана Вырезали красивые картинки В том числе Из нашего журнала Я видела такую карту Не раз кстати Да Прикрепляли ее На вешалочке Прищепочками И вешали в шкаф Так чтобы Время от времени На нее поглядывать И самым удивительным образом Что те люди Которые Делали это За компанию Некоторые Делали это На день рождения Такое Знаете как Ну вот такой Элемент Женской Дамской Программы Или веселого Девичника Вот вы не поверите Мы даже проводили Опрос И вот эти В нашем журнале В общем Ничего только Мы не проводили За 22 года Да И вот эти карты Я сейчас не говорю Про тех Кто проводит Всевозможные Тренинги И так далее Там люди скажут вам Что именно это и работает Знаете У многих Вот это подобное Совершенно феерическое Совершенно Такое фантастическое Оно притянулось Вот таким образом Притянулось В реальность И имело Имело Красивое продолжение Ну Я не именно Сейчас говорю О Шамани Или допустим О Гуа Или каких-то еще местах Нет Иногда это бывает Наша Латгалия Куда никак Как-то мы не можем доехать Хотя туда и поезда ходят И автобусы И на машину можно сесть И поехать Да И так кто-то для себя Открыл картины Родко И поехал просто потому Что все об этом говорят Но не особенно Рассчитывал Что именно его Это вот Пробьет То что называется Да И это было открытие А другой человек Сделал это открытие Со второго раза Потому что рядом Оказался Человек Который мог Объяснить Или научить Смотреть Потому что Ну что греха таить И когда Слушаем Мы не всегда Слышим И когда Смотрим Мы не всегда Видим И когда читаем Мы не всегда Понимаем О чем это Да И это зависит Не только от того Что плохо Или хорошо Написано Это зависит Еще О том На что это Накладывается Что у нас Внутри И Сегодня Я желаю Ну Нашим Всем Слушателям И читательницам Ну Начать считать Дни до нашего Дня рождения Любимого журнала Да Сегодня как раз Семь дней И в следующую среду Программа Совпадает День в день С нашим Днем рождения У нас будет Необычный эфир Его будет вести Наш главный редактор Инна Авина И мы будем Не только Презентовать Говорить о новом номере Но открываем Новую рубрику Очень перспективную Об этом тоже В следующую среду Мы поговорим И конечно же Я вас всех Приглашаю На наш праздник На наш праздник Журнала люблю Который состоится В следующую Не в эту А в следующую Субботу В центре Акрополы И вы увидите Вживую Как же выглядят Вот эти самые женщины Многие думают Что мы в жизни Ну совсем другие Или что вообще Это все сейчас Все под никами И что таких людей Не существует Нет Это реальные люди Стилисты Журналисты Редакторы И можете задать Свои вопросы И самое главное Прямо Прямо На нашем празднике Кто-то У нас будет Такой лототрон Да И кто-то уйдет С сертификатом Обложки Люблю И вот И тем самым Приобщиться Независимо от возраста Независимо от Того Чем он занимается Независимо Уйдет С сертификатом Съемки на обложку Вот потому что Это такое маленькое чудо Мы хотим Кому повезет Мы не знаем Потому что Ну всегда мы доверяем Ну какая лучшая рука судьбы Как детская Поскольку Семейный праздник Ну какой-то ребенок Буквально из зала Вытащит Вашу фамилию Вот И вы станете Украшением Нашего журнала Ну и конечно же Даже если вы Не станете Украшением Нашего журнала Все равно Полистать журнал Задуматься О красоте И о весне И конечно же О любви Никогда Не повредит До свидания И до встречи В следующую среду